Роберт Иванович Рождественский, 88 А у нас за версту, наверное, слышно, будто кожа новая поскрипывает наст, а в субботу будет кросс лыжный. Письма очень долго идут. Не сердись, почту обвинять не годится. Рассказали мне, жил один влюбленный радист до войны на острове Диксон. Рассказали мне, был он не слишком смел и любви привык сторониться. А когда пришла она, никак не умел с девушкой радистской объясниться. Но однажды в вихре приказов и смет график передачи ломая выбил он «Целую» и принял в ответ «Что передаешь? Не понимаю». Предпоследним словом себя обозвав, парень объяснение не бросил. Поцелуй восьмерками зашифровав, он отстукал. Восемьдесят восемь. Разговор дальнейший был полон огня. «Милая, пойми человека!» Восемьдесят восемь. «Как слышно меня?» Восемьдесят восемь. «Проверка!» Он выстукивал восьмерки упорное зло. Днем и ночью, и в зиму, и в осень. Он выстукивал, пока в ответ не пришло. «Понимаю». Восемьдесят восемь. Я не знаю. Может, все было не так. Может, более обыденно, пресно. Только верю твердо. Жил такой чудак. Мне в другое верить неинтересно. Вот и я. Молчание не в силах терпеть. И в холодную небесную просень сердцем выстукиваю тебе. Милая, восемьдесят восемь. Слышишь? Эту цифру я молнией шлю. Мчать ей через горы и реки. Восемьдесят восемь. Очень люблю. Восемьдесят восемь. Навеки.